Об улучшении жизни на селе говорили и в Волгограде. Что необходимо, чтобы улучшить жизнь в сельской местности? Дороги, достойное медицинское обслуживание, образование или хорошая работа? Все эти факторы важны и нужны, отметил Дмитрий Медведев на встрече с депутатами сельских поселений страны. Но как помочь сельчанам? Ответ на этот вопрос и пытались найти на съезде в Волгограде. Почти 2000 делегатов со всей России собрались вместе для решения главных вопросов сельчан. Образование, здравоохранение, занятость и социальные отношения, повышение качества жизни, создание комфортной среды проживания и привлекательности сельских территорий. У меня были переданы предложения, их немало. Суммарно получилось 33 штуки. И это абсолютно конкретные идеи о том, каким образом нам совершенствовать работу на селе, как в области аграрного бизнеса, так и просто по социальному развитию села. И знаете, что особенно отрадно, мы сейчас об этом говорили, смысл этих предложений заключается не просто в том, что надо финансирование увеличить, денег побольше давайте, а в том, чтобы реально наладить работу. Главное, что просил учесть Дмитрий Медведев, ни одна аграрная программа не подвергнется сокращениям. На 4 миллиарда рублей увеличат субсидирование процентной ставки по краткосрочным кредитам, которые получены на развитие растеневодства. К концу 2016 года отремонтируют все спортивные залы в сельских школах. Программа «Земский доктор» будет усовершенствована. Возраст медицинских работников будет увеличен до 40 лет. И все же главный вопрос жизни села остается актуальным. Волнует вопрос сельских дорог, их состояние, их соответствие современным требованиям. Ведь многие населенные пункты не имеют подъездных дорог с твердым покрытием. То есть где-то расстояние дороги более чем 5 километров, где-то население поменьше 125 человек. Дмитрий Анатольевич, от всех глав, если возможно, пожалуйста, пересмотрите данные критерии. Чтобы мы имели какие-то критерии, давайте сделаем гибкими. Уже просто чтобы на усмотрение руководителей субъектов федерации и муниципалитетов, чтобы можно было понять. В конце концов, это вопрос приоритетов. Например, в одной деревне живет там не 125 человек, а 100 человек. Но в силу понятных причин разных, значит, нужно, чтобы туда была дорога. Делегацию Чуваши и 7 человек возглавил председатель комитета Госсовета Республики по государственному строительству местному самоправлению Николай Малов. Он отметил, что встречаться в таком формате – хорошая идея. Село должно жить и развиваться. Финансирование по 2014 году, ну и плановыми 15-16 годами, конечно же, не сократится. Это очень важно, очень важно для селян, для делегатов нашего съезда, которые будут проводниками данных идей уже непосредственно на местах. Ольга Алексеева, Александр Петров, Республика.